Песня «Вновь и вновь приветствую вас, уважаемые телезрители, пасхальным приветствием Христос воскресе!» Я хочу сейчас с вами увидеть фрагмент картины Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», где пойманный чекистом Шиловым ротмистр Лемке, так и не сумевший уйти с украденным золотом за границу, отчаянно кричит, глядя в небо. Что он кричит? Давайте посмотрим. Вон же граница! Уходи, не будь же ты кретином! Это надо одному, а не всем! Понимаешь? Одному! Уходи! Такое бывает только раз в жизни! Только раз! Ты пойми! Раз! Господи! Господи! Ну почему же ты помогаешь этому кретину, а не мне? Интересно. Давайте оставим в стороне сюжет фильма и историческую достоверность этой ситуации. Нужно признать, что сам вопрос поставлен ротмистром предельно точно и направлен по правильному адресу. «Господи, почему не мне, а ему?» Вы знаете, любой внимательный человек, хотя бы раз ловивший себя на зависть, знает, что это чувство сводится в конечном счете именно к такому недоумению и к обиде на Бога. И не так уж важно, что именно досталось не мне, а ему. Ученая степень или новая машина? Способность к стихосложению или банковский счет? Ведь каждый из нас понимает, что есть в жизни такие вещи, которых мы не могли бы достичь даже самыми отчаянными усилиями. И далеко не все в нашей судьбе определяется трудолюбием и усердием. Например, мальчик, родившийся в семье преуспевающего бизнесмена или политика, уже по самому факту своего рождения именно в этом семействе имеет ряд колоссальных преимуществ перед сыном фрезеровщика с завода имени Кирова. Ну, как пример. А человеку с врожденным абсолютным слухом освоение музыкальной науки дается гораздо легче, чем бедолаге, которому, что называется, с детства медведь на ухо наступил. Так почему одни уже сколыбели имеют то, чего другие не в состоянии приобрести даже тяжелым многолетним трудом? Если не сводить нашу судьбу к безумной игре слепого случая, то остается лишь одно разумное объяснение подобного неравенства. Жизнь каждого человека складывается не только из его собственных усилий, но и из Божьего замысла о нем, из тех качеств, условий и обстоятельств жизни, которыми Господь его наделил. По видимости, эти условия могут разительно отличаться друг от друга. Но христианство утверждает, что Бог одинаково любит каждого из нас. И каждому человеку в любое мгновение его жизни он дает именно те возможности и условия, которые наиболее полезны для него в духовном смысле. Ведь ни деньги, ни положение в обществе, ни творческие способности, вообще никакие внешние и внутренние качества человеческой жизни не рассматриваются в христианстве как безусловное благо. Главный вопрос Евангелия имеет совершенно иной смысл и по направленности, совершенно другую направленность. Что мне делать, чтобы последовать, наследовать жизнь вечную? Это, кстати, Евангелие от Луки, 18 глава, 18 стих. Куда ведут человека таланты богатства, нищета и болезнь к вечной жизни или к вечной погибели? Вот это и есть единственный, абсолютный критерий, по которому с позиции Евангелия можно судить о ценности всего, что мы имеем здесь на земле. Лишь в перспективе вечности все земные условия нашего существования приобретают то или иное значение. Например, талантливый человек может прийти к вере и славить Господа своим искусством, а может и погубить свою душу, развив в себе чудовищные сомнения и гордость. Но и человек без ярко выраженных творческих дарований также может достичь полноты бытия и самореализации, а может довести себя до крайних степеней зависти к людям более талантливым и даже, подобно Пушинскому Сальери, пойти на преступление. И вот это наличие художественных, литературных, музыкальных талантов или их отсутствие являются лишь условиями, в которых каждый человек может реализовать свой самый главный талант – способность наследовать небо. Но, и это нужно понимать, с точки зрения вечности, судьба любого человека зависит вовсе не от обстоятельств его жизни, а лишь от того, как он реализует себя в этих обстоятельствах, определенных ему Богом. Ведь Господь знает духовные устроения каждого из нас и по Своей любви предоставляет любому человеку условия земной жизни, наиболее благоприятные для приобретения жизни вечной. Поэтому возмущенный вопрос завистливого сердца, который мы услышали в словах озвученного фильма, в словах героя этого фильма, «Господи, почему не мне, а ему?» Вот этот вопрос всегда предполагает сомнение именно в этой Божьей любви, в благости и пользе его определений. И святитель Василий Великий прямо называет зависть враждой на то, что дано нам от Бога, противолеянием Богу. В такой жестокой формулировке нет ничего удивительного. Если вспомнить, что по слову Священного Писания, именно через эту страсть в мир вошла смерть. А самым первенцем, завистником, самым первым завистником был дьявол. Бог создал человека, читаем мы в премудростях Соломоновых, для нетления и соделывая его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok